Приветствую на канале. В этом ролике я познакомлюсь с моим новым приобретением цифровым двухканальным осциллографом для тех, кто только начинает свое знакомство с осциллографом. Приобретал его на eBay, поскольку оплачивал накопившейся валютой на моем PayPal счете. Но его вполне можно приобрести на Алиэкспресс в официальном магазине бренда, тем более он там еще дешевле. Ссылку ищите в описании. Получил вот такую посылку, в Беларуси пришлось его даже растамаживать, но в общем за осциллограф оплатил я чуть более 200 долларов США. Посылку задекларирую 93 доллара 5 центов, вес 1,5 килограмма, трек-номер отслеживался только по Беларуси, хотя продавец дал мне вообще другой трек-номер, который отслеживался только по Китаю. Так, и еще коробка. Так, розничной упаковки никакой нет, просто вот такая почтовая коробка. Полный комплект на экране, в него входит осциллограф модели FNIRS 1014D. Вот такая документация, очень подробная инструкция к осциллографу на английском языке. Настолько подробно, что здесь разъяснены все значения, которые высвечиваются на дисплее, название всех органов управления, для чего они предназначены. Также есть возможность изучить какие-то вопросы, которые возникают, сразу есть ответы. И какие-то проведены тесты, измерения, например, постоянного напряжения, частоты кварцевого резонатора, как все это мерить. Подробно все расписано по пунктам. Это как практически азбука для впервые изучающего такие приборы. И есть еще такой паспорт уже к измерительным щупам и также их характеристики. У меня модель P6100, то есть пропускная способность 100 МГц, их назначение всех элементов и здесь представлена комплектация. Значит щупы P6100, модель указана вот здесь вот. Здесь имеется регулировка для компенсации емкости щупов, также есть ползунковый переключатель-аттенюатор в положении 1x10x. Тут два провода, длина каждого по 110 см. Так, не сказал, что здесь коннекторы типа BNC, такой же провод, только длиной 50 см, коннектор BNC и двумя зажимами типа крокодил. Это используется для встроенного генератора, выход встроенного генератора. Далее есть два таких провода по полтора метра с коннекторами USB-A. Это для синхронизации с компьютером и провод питания USB-A на DC5525. Отдельного адаптера или блока питания в комплекте не было. И небольшой пакет еще тут с элементами, которые, как я сказал, расписаны, их комплектация расписана здесь. Это есть отвертка для регулировки компенсации щупов. Дальше вот такие втулки. Не понял их назначения, что-то для удобства подключения вот этих зажимов, но конкретно как их использовать я нигде не видел. И есть еще маркерные кольца, всего их 4 пары, тут еще 2 пары, и по 2 пары я уже одел на щупы. Вот синие, синие и красные с красным. То есть всего 8 маркерных колец. Так, и есть такой чехол, где, в принципе, можно хранить всю комплектацию, не только документацию. Тут все, в принципе, вся комплектация сюда войдет. Вот и все. Прибор имеет пластиковый корпус. На задней стенке размещены его технические параметры и габариты 310 на 145 и на 70 миллиметров. Здесь же размещен разъем питания. Внутри корпуса скрывается единственная печатная плата, в моем случае с качественной пайкой, на которой установлен графический чип F1C100S с ядром процессора RM926EJ и 32 МБ встроенной памятью DDR. Далее интерфейсом управляет микроконтроллер GD32E203 с недре RMCortex-M23, и основной процессор здесь никак не обозначен. В качестве памяти для сохранения данных сигналов используется microSD-карточка объемом 8 ГБ класса U3. А в цепи входа каждого канала установлено по оптопаре и по три реле. Так печатная плата выглядит со стороны энкодеров. Так, и вот внутри резиновые кнопки и дисплей. Модель дисплея также здесь указана, свеженький от 8 июня 2021 года. Питание на печатную плату подается через этот разъем, вот со стороны задней крышки. Осциллограф оснащен ручкой, которую можно использовать при переносе, но также в качестве упора. Снизу есть еще четыре упора, два из них складываются как упоры компьютерной клавиатуры, при этом устройство можно использовать под небольшим наклоном. Вес прибора 970 грамм. Питать можно от источника 5 вольт и током 1 ампер. Можно использовать зарядное устройство от смартфона или Powerbank. Последний, кстати, рекомендую, потому что помехи из сети не будут искажать регистрируемые сигналы в каналах при использовании некачественных адаптеров питания. Включается устройство нажатием на синюю кнопочку Power, при загрузке высвечивается логотип в NIRSI и через пять секунд прибор готов к работе. Осциллограф оснащен ЖК-дисплеем соотношением сторон 15 на 9 см, соответственно диагональ получилась 17,5 см. Заявлено разрешение 800 на 480 пикселей, экран матовый, ничего в нем не бликует и яркости его вполне достаточно для комфортного отображения под любым углом. Все органы управления и интерфейс расположены исключительно на фронтальной панели. Ручки энкодеров пластиковые, кнопки резиновые. В моем осциллографе энкодеры только вращаются, но не нажимаются. В верхней части расположены органы управления, имеющие функции общего назначения. Ручка энкодера и расположенные справа от нее кнопки со стрелками и кнопочка ОК используются для управления практически всеми меню. Под ними, над соответствующими разъемами, имеющими цветовую маркировку, расположены органы настройки первого и второго канала и отдельный разъем выхода сигналов генератора. Перед использованием потребуется откалибровать прибор. Основное меню вызывается одноменной кнопкой и с помощью кнопки вниз или с поворотом энкодера перехожу к пункту базовая калибровка. Подтверждаю кнопочкой ОК. Убеждаюсь, что щупы не подключены и еще раз нажимаю на эту кнопку. Происходит калибровка прибора под условия, в которых он работает. Готово. Для наглядности подам тестовый сигнал генератора на один из каналов осциллографа. Кнопкой авто выбираются оптимальные настройки прибора для регистрации сигнала и отображения его на дисплее. Меню генератора вызывается синей трапециевидной кнопкой GEN. Генератор имеет памяти 14 сигналов различной формы и один сигнал пользователя, который может быть захвачен и сохранен в памяти осциллографа. Можно сохранить до 1000 сигналов. И также доступно изменение частоты генератора от 1 Гц до 10 МГц. Размах сигнала в пределах 2,5 В. Перед тем, как проводить какие-либо измерения, нужно отрегулировать компенсацию входной емкости щупа. Для этого с генератора подам поочередно на каждый канал опорный сигнал прямоугольной формы. Меню позволяет изменять скважность прямоугольного сигнала от 1 до 99 процентов. Но верну на 50 процентов, когда положительные и отрицательные полупериоды имеют равную длительность. Ползунковый переключатель щупа перевожу в положение 10 крат. Комплектной отверткой регулирую триммер на щупе до состояния, пока сигнал примет четкую прямоугольную форму. То есть в одну сторону вращаю, есть завал, и в другую сторону вращаю, снова завал. Выбираю среднее положение. Где-то так. Тоже делаю и для второго канала. Органы управления, сгруппированные по назначению, имеют цветовую маркировку. Осциллограф имеет два канала регистрации и генератор сигналов. Напомню, что пропускная способность каждого канала и соответствующего щупа 100 МГц. Несколько неудачная здесь цветовая маркировка, но к ней легко привыкнуть. Так, для первого канала используются кнопки управления и маркер на экране желтого цвета. А выход отмечен оранжевым. Для второго канала все верно. Все синим цветом, включая маркер. Зеленым цветом обозначен выход генератора и одновременно маркер синхронизации. Но кнопка вызова меню генератор уже почему-то синего цвета. Над входами каждого канала, соответственно, в серую рамку сгруппированы органы регулировки по вертикальной оси напряжения. Это регулировка размаха сигнала и его перемещения. И кнопки включения канала и его меню. Которое позволяет выбрать делитель аттенюатора, открытый или закрытый канал и вывести на дисплей спектр сигнала. Это результат быстрого преобразования фурье. Правее также серой рамкой сгруппированы органы регулировки по оси времени для того, чтобы сжимать и растягивать сигнал и перемещать его по горизонтали. Здесь же зеленая кнопка быстрого возврата в начальное положение, то есть к центру дисплея метки H. И здесь уже с краю в серую рамку сгруппированы органы управления синхронизацией. Замечу, что входа для подачи сигнала внешняя синхронизация стиллограф не имеет. Синхронизация или как она здесь обозначена триггер имеет три режима. Автоматический, однократный и нормальный, который циклично переключается к кнопочкой MODE. Кнопкой EDGE в режиме нормальный можно выбрать синхронизацию по нарастающему фронту сигнала или по его спаду. Если на дисплее одновременно регистрируются два разных сигнала на обоих каналах, то кнопкой THX выбираем канал по сигналу которого осуществляется синхронизация. Этой ручкой регулируем напряжение синхронизации. Кнопкой 50 процентов выбираем установку 25, 50, 75 процентов напряжения. Только в том случае, если в основном меню не установлен пункт, автоматически 50 процентов. Его нужно выключить. Те значения сигналов, которые вы бы хотели отобразить на дисплее, можете задать шестью функциональными кнопками. Можете назначить по несколько кнопок для первого и второго канала или все шесть кнопок для одного канала. По умолчанию эти функции поделены поровну между каналами для первого канала и для второго канала. И отображают пиковое напряжение, проще говоря, размах сигнала, максимальное напряжение и частоту сигнала. В верхней строке дисплея отображаются режим воспроизведения сигнала на дисплее в реальном времени или в режиме паузы. Он включается и выключается красной кнопкой RUN STOP. Далее режимы синхронизации позиция метки триггера. Режим быстрой или медленной настройки, которая переключается кнопочкой slow. И далее для двух каналов это положение аттенюатора, значение деления мерной сетки на экране и позиция маркера для первого и второго канала. Вот если перемещаю, желтый пошел вниз, соответственно позиция изменилась. Если менять масштаб времени, соответственно меняется значение в левом нижнем углу и положение метки H. Прибор позволяет наблюдать на дисплее фигуры Лиссажу, которые получаются, когда два гармонических колебания совершаются в перпендикулярных направлениях. Возле разъема BNC есть соответствующие пометки. Сигнал первого канала подается на ось X, сигнал второго канала подается на ось Y. Я подал два сигнала с двух разных генераторов, они разные амплитуды, одинаковые частоты по 10 кГц, но фазы отличаются. В основном меню активирую режим кривой XY. Вот он, подтверждая кнопкой ОК. ОК. Включаем и нажимаю на кнопку меню. Если менять фазу, частоту и амплитуду сигналов получаем различные фигуры. Используется для настройки основного сигнала на опорные, добивается отображения эллипса при равенстве частот. Для удобства измерения можно вызвать курсор по оси напряжения и курсор по оси времени. На дисплее появляются две пары горизонтальных и вертикальных штриховых линий и также дополнительное окно со значениями. Эти значения независимы от представленных в этом столбце. Курсорные линии можно перемещать с помощью энкодера. Вот которая помечена Select, выбрана, то и перемещаем. Например, выставляем ее на вертикальную ось нулевую. Переключение между вертикальными линиями осуществляется кнопками влево-вправо. Выбираем правую линию вертикальную, также ее можно вращать. Вращая энкодер можно выставить период этого сигнала. Здесь у нас получилось время 100 мс, то есть от этого курсора до этого 100 мс. Это верно, потому что деление сетки составляет 50 мс. 50 и 50, 100 мс. Переключение между горизонтальными курсорными линиями осуществляется кнопками вверх-вниз. Например, выбираем нижнюю. Дальше энкодером поднимаем, например, ее сюда кверху на нулевую метку. Выбираем следующую. Вот она выбрана. И делаем, например, максимум сигнала. Так, и у нас напряжение максимальное. Здесь получается 1,35 В. Это также верно, потому что у нас деление сетки составляет 500 мВ, то есть у нас получается 2 клетки. Это по 500, это 1 В. И еще чуть выше, тут 1,35 В. Повторным нажатием на эти кнопки выключаем курсорные линии. Данная кнопка служит для сохранения скрина экрана, то есть картинки. Это кнопка для сохранения всего сигнала с его данными. Просмотреть сохраненные можно в основном меню. Вызываем основное меню. И в первой закладке Pictures Browsing вызываем кнопкой ОК. Вот сохраненные наши сигналы. И уже эти картинки, сохраненные в формате PMP, мы можем делиться в сети, выкладывать в паблики. Ну, например, вот можно переключать влево-вправо стрелками. Вверх-вниз. Выбираем ОК. Наш сигнал. При сохранении именно как картинки мы не можем с этим сигналом ничего делать. То есть он никак не реагирует на энкодеры. В следующей закладке сохраняется уже сигнал. Любой сигнал также можно переключать кнопками влево-вправо, вызываем его. И уже в этом случае с этим сигналом мы можем работать. Можем его растягивать, сжимать, по вертикали изменять. То есть как-то его анализировать со всеми его значениями здесь. Ряд нижних белых кнопок используется для управления меню сохраненных сигналов. Например, входим в меню, где сохранены скрины. Кнопкой Select мы можем какой-то из них выбрать. Ну, допустим, вот этот, вот этот. То есть одиночные сигналы. Можно выбрать все сигналы. Можно их все удалить и переключить на следующую страницу сохраненных сигналов. То есть предыдущая и следующая страница. Как я и сказал ранее, можно сохранить до 1000 таких вот картинок. Основное меню позволяет регулировать яркость дисплея от 0 до 100%. И яркость разметочной сетки также от 0 до 100%. И есть возможность выбрать настройки по умолчанию. Ну, а теперь я покажу, как сигнал, который регистрирует осциллограф, использовать в качестве кастомного выходного сигнала встроенного генератора. Например, подал вот такой сигнал. Частотой 1 кГц, размах 2,47-48 В. Далее, для того, чтобы записать в память осциллографа, необходимо перейти в основное меню и выбрать в пункт Capture Output. Можно использовать весь сигнал, однако здесь мы видим вот тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 даже периодов. Но частота выходного сигнала будет кратна частоте вот этих регистрируемых периодов. Если здесь 1 кГц, то будет в 7 раз выше. Если мы берем 1 период, то частота будет совпадать. Ну, понятно. Если 2, то в 2 раза будет увеличено, 3 в 3 раза. Итак, выделяем 1 период. Выделяем аналогичное. То есть та вертикаль, которая обозначена CELIC, перемещается вот таким вот образом. Далее переключаем на следующую. И также вращаем, перемещаем ее. Здесь, как видите, вот эта вертикаль обозначена рисками напряжения. То есть выходной сигнал, его размах не будет превышать в обе части по 1,2 В. То есть не более 2,4 В. Итак, выделили период. Кстати, здесь он отмечен, что это сигнал подается на первый канал. И он периодичный. Здесь цикл отмечен. Так, и нажимаем кнопочку OK. И далее покажу, что если мы берем 2 периода сигнала, то частота на выходе будет в 2 раза превышать частоту на входе. Сохранить. И далее вхожу в меню генератора и выбираю кастомный сигнал. Снова вхожу в основное меню и выбираю пункт Output Browsing. Вот один период, вот два периода. Возьмем сначала сигнал с одним периодом. Выхожу из меню. Получаем частоту 1 кГц и размах 1,58 В. Аналогично выбираю следующий сохраненный сигнал. Два периода. И у нас частота уже удвоенная. 2 кГц. Размах 1,60 В. При измерении постоянного напряжения необходимо учитывать, что входные цепи каналов рассчитаны на максимальный уровень 40 В при положении аттенюаторов 1Х и 400 В, как здесь вот отмечено, при положении 10Х. Ну, подключаю щупы к источнику постоянного напряжения. В качестве него буду использовать крону, ограничен напряжением 9 В. Режим канала перевожу в открытый, чтобы он пропускал постоянную составляющую. Получаю постоянное напряжение 949 мВ. Поэтому для корректного отображения результатов на дисплее не забываем переключать аттенюатор осциллографа в то же положение, что и щуп. Итак, при прямом подключении получаю на выходе максимальное напряжение 949 В. Меняю полярность. Получаю минус 9,79. Ну, немножко есть разбежка. То есть учитывайте этот недостаток осциллографа. USB-порт и соответствующий пункт основного меню USB-экспорт используются для подключения прибора к компьютеру и обмена сохраненными скриншотами, а также для обновления прошивки осциллографа. В этом случае устройство выступает в качестве внешнего накопителя. Файл прошивки с расширением BIN записываем на открывшийся новый диск G и перезагружаем осциллограф. Мой совет. Если прибор работает исправно, то ничего не нужно обновлять, чтобы не поиметь проблемы. По-моему, я достаточно полно рассказал об этом приборе. Да, он не лишен недостатков, но его вполне достаточно для первого знакомства с принципом работы. И его можно использовать для ремонта бытовой техники. Поэтому приобретать можно. Все ссылки в описании. Но если мой обзор понравился, попрошу оценить его лайками. Кстати, на моем канале доступна финансовая поддержка. И вы можете сказать платное спасибо, перечислив некоторую сумму. Но учитывайте тот момент, что автор получает только 70% от тех денег, с которыми вам не жалко поделиться. Подписывайтесь на канал и встретимся здесь же. Пока, увидимся!